Привет всем! Пеку сегодня пирожки, как у бабушки. Пирожки будут с двумя видами начинки. Вот я готовлю уже первую начинку. Это будут пирожки с капустой. Вот в такой вот я взяла в равных пропорциях свежую капусту. Порезала соломкой и кислую капусту. И вот так вот потушиваю, поджариваю. Добавила еще сюда одну мелко порезанную луковицу. Немножко сахарку, соли и перчика. И вот оно так протушивается здесь у меня под крышкой. Я его помешиваю. И второй вид начинки это будет печень куриная с рисом. Значит, печень куриную я отварила. Сейчас я ее потру на терке. На такой вот. Но можно тоже пропустить через мясорубку. Дальше сюда же к печенке я пожарю одну луковицу большую. И три таких, ну у меня небольшие такие морковки. Вот таких три морковки пожарю. Вот, потом туда добавлю печень и рис, который уже отварился у меня. Риса я добавлю немножко. Я люблю, чтобы печени было больше в этой начинке. Вот такая будет начинка. Ну и для теста, что нужно? Для теста нужна мука просеянная. Мука 800 грамм у меня. 50 грамм дрожжи. 350 миллилитров тепленькой кипяченой водички. И 70 грамм подсолнечного масла. Можно любого другого растительного масла. 3 столовые ложки сахара. И немножко подсолю это тесто. Ну, в общем, пока готовлю начинку. А затем уже приступлю к тесту. Итак, капуста уже готова. Пожарилась. Теперь вот здесь у меня жарится морковка с лучком. Это для начинки из печенки. Вот тоже я ее натерла. В печенку добавляю сюда теперь к морковке и луку. И пусть она еще пожарится здесь немножко под крышкой. Буквально 5 минут. С морковкой и с луком. И потом я добавлю немножечко, самую малость. Вот отваренный рис отварился. Я добавила уже в печень морковку и лук. Добавила немножко риса. Буквально, как я и говорила, 3 столовые ложки сверху. Рис, чтобы такой был, знаете, ну только намек на присутствие здесь риса. То есть он так немножко разбавляет такую вязкую, плотную печень. Вот. И если тоже покажется вам ваша масса такой слишком плотной, то можно добавить сюда еще водички. Так, теперь готовлю тесто. Значит, беру 50 грамм дрожжей. Дрожжи свежие, конечно, желательно. Так, и добавляю сюда сахар. Так, одна у меня знакомая, одна моя научила растирать дрожжи с сахаром. Вот так вот вилочкой, если видно. Вот так вот я разминаю их. Так, в общем, такая интересная реакция у дрожжей на сахар. Если вы растираете дрожжи с сахаром, то они превращаются вот в такую вот кашицу. То есть водички я сюда не лила. Просто они такие вот с сахарком. Так, простираем до однородной массы. Так, остальным сахар тоже нужно. Так, теперь к этим дрожжам я добавляю воду тепленькую. Так, она не должна быть такой сильно теплой. Такой слегка тепленькой. Ну, и вот такая большая ложка у меня. Три больших ложки муки. Дальше так вот взбалтываю тесто. Так, не сильно, миксерам не нужно это делать. Получилось такое жидкое тесто, как мы готовим на блины. Еще немножко. Вот так достаточно будет. И теперь, сейчас вот так вот я все размешаю аккуратненько. И поставлю на 15 минут в теплое место, пока тесто начнет пузыриться, пениться. Так, тесто наше опара подошла. Вот такая она живая, движущаяся, растущая. Так, теперь добавляю сюда муки и начинаю вымешивать. Не все, сразу муку постепенно вожу муку. Так, вот такой. Ой, такая пенка сплошная, кажется. Приятная такая на ощупь потихоньку. Вроде бы так аж жаль, что ты нарушил этой мукой гармонию этой пены. Так, а теперь немножко нужно посолить еще. Так, а такое тесто, но еще. Муки недостаточно. Добавляю еще. Наверное, все вот так вот и сыплю. Конечно, с мукой переборщить тоже нельзя, чтобы тесто было таким мягким. Оно не должно, конечно, липнуть к рукам. Как мы еще добавим сюда масло подсолнечное. Ну и нельзя, конечно, переборщить муки, чтобы тесто было таким вот тугим. Так, а теперь вот добавляю это масло и вымешиваю уже с маслом. Так, такое вот тесто получается мягкое. Такое мягко-воздушное. К рукам не прилипает, но и муки немного, потому что оно такое нежное-нежное. Нежненькое. Такое послушное. И вымешивать нужно его где-то минут 10-15, потому что тесто любит дрожжевое, тесто любит вымешивание. Так, а тем временем я уже минут 10 назад включила духовку на 180 градусов, и она разогревается. Теперь таким вот образом, тоже у меня знакомая моя научила, так вот делаем такие вот шарики-колобочки. Вот так. Видно? Вот так. Между большим и указательным пальчиком, сколько у вас пролезет, вот такие шарики. Так, шарики все готовы с тестом. Теперь я беру вот так вот делаю. Можно сделать это при помощи скалки. Вот так вот наш шарик, в такую лепешечку. И беру начинку из печенки. Так, видно? Ближе поставлю. Так, чтобы пирожочек был у нас хорошенько так наполнен начинкой. Хорошенько-прихорошенько. Запечатываем, заклеиваем, залепливаем. Так, вот пирожок. И так вот его немножко в руках. Так вот, крутили. Передали ему такую формочку, чтобы он такой вот был овальненький, длинненький. И я смазала... Так, сейчас поверну камеру. Смазала противень подсолнечным маслом и выкладываю на противень. Так, и следующее тоже самое. Я не знаю, так делает всегда моя мама. Она скалкой не пользуется. Такая вот лепешечка. Начинка побольше. Потому что начинка вкусненькая. Не забудьте начинку. Попробуйте перед тем, как лепить пирожки, чтобы она была у вас и подсоленная, и подперченная. В общем, по вкусу. Так, как вы любите. Так. И залепливаю. Хорошенько, чтобы пирожок... Так, не выпадать. Чтобы пирожок не разлепился. И когда я вот слепила пирожок, так вот я ему придала форму. Такую продолговастенькую. Значит, я вот этим швом кладу вниз. Такой пирожочек. И не слишком близко. Рядом я их складываю на противень. Укладываю. Все. И так полностью весь противень. Так. Первая партия пирожочков уже на противне. Теперь я так вот взбиваю яйцо. Одно яйцо с молочком. И буду смазывать эти пирожки, чтобы когда они запеклись, были такими румяненькими сверху. Прекрасно-красно-коричнево-золотистой корочкой. Духовка уже, как я говорила, у меня разогревается на 180 градусов. Буду отправлять в духовку. Буду отправлять в духовку минут на 20 буду смотреть. Ну, максимум, наверное, полчаса. Ну, максимум, наверное, полчаса. И 4 чайные ложки сахара. Взбалтываю это все. Пирожки еще горячие. Только-только я их достала. 25 минут они у меня пеклись. И делаем наши пирожки глянцевыми. Зачем я это делаю? Значит, ну, во-первых, вот этот вот верх, если будет такая корочка немножко засушенная, то вот эта водичка с сахаром, она смягчит. Вот, пирожок смельчит вверх. А во-вторых, ну, само слово глянец, да, сделает, в общем, эта водичка сладкая из наших матовых пирожков. Пирожки глянцевые. Так, если у вас начинка будет сладкая какая-нибудь, ну, с повидлом, там, с яблоками, с маком, с творогом, то вы можете еще в этот глянец добавить и ванильку, концентрат, ванильный порошок. Вот, ну, так как у меня соленая начинка из мяса, вернее, из печенки и капусты будет, то я ваниль не добавляю. Так. Все. Первая партия готова полностью. Ждем вторую. Итак, пирожки, как у бабушки, с печенью и с капустой, румяные, пышные, ароматные, вкусные, готовы. Приятного аппетита!